Дорогие забайкальцы, у нас в крае произошло горестное событие. На месте работает очень много народу. Автобус Сретенск-Чита... Страшно. Слетел с моста, перевернулся и упал. Первый день зимы, 1 декабря, пассажирский автобус был полон. Впервые за долгое время. Оказалось, после страшного ДТП по Дагинскому люди перестали доверять маршруткам. Решили, большой комфортный автобус точно безопасен. Но судьба распорядилась иначе. Пассажирский автобус Киа Грэн бьет 43 пассажирами и на скорости рухнул с моста в реку Куэнга. ДТП произошло на 60-м километре автодороги Могойту из Сретенск-Алочи. По предварительной информации, у машины лопнуло колесо, водитель потерял управление на полной скорости, автобус рухнул на крышу. По оценкам спасателей, транспортное средство пролетело 10-12 метров. Страшная авария унесла жизни 19 человек. На место трагедии выехал глава региона. Правительством края будет оказана помощь, поддержка всем тем, у кого сегодня с травмами в больницах близкие, всем тем, кто близких потерял. Я прошу и вас, окажите всю возможную помощь и поддержку. В первую очередь, психологическую, вашим друзьям, знакомым, тем, кто оказались в этой трагической ситуации. ДТП произошло днем. Чтобы спасти тех, кто оказался в оковах стальной искореженной махины, пришлось проводить сложную операцию. Очевидцы аварии пытались сами поднять тяжелый автобус и вытащить людей. Все, кто, очевидцы, с места трагедии, все говорят страшно, но, представляешь, трупы, кровь, ну вот это все. Люди смяты, там, крики из автобуса раздаются. Они ничем помочь-то не могут. Перед, без необходимых инструментов, как болгарки, ну там, ножницы у них же не было, когда подъехали-то. Они даже ничем не могли помочь. В результате слаженных действий МЧС и других структурных подразделений автобус удалось перевернуть краном. После того, как срезали крышу, начала поступать первая информация о тех, кто погиб. Среди местного населения не просто творится кошмар, местное население просто подавлено и в шоке, потому что такого масштаба в районе трагедии еще не было никогда. Большинство народа как бы объединилось вокруг беды и пытаются помочь друг другу. Вот это как бы радует, с одной стороны. Но, с другой стороны, это очень пугает, потому что, ну, люди пытаются теперь найти виноватых в этой трагедии. Все, кто ехал в роковом автобусе и чудом выжил, утверждают, водитель ехал быстро. Пассажиры просили не гнать. Люди, которые говорят, они заметили, что водитель ехал как-то не так, как обычно. Скорость была намного выше, чем обычно. Вот это они заметили все. Потому что порожка, не то, что порожка была, была заметена. Всех тех, кто чудом пережил страшный кошмар, увезли в Шилкинскую и Нерчинскую ЦРБ и в Сретенск. 1 декабря в 23.30 несколько человек доставили на машинах санавиации в Читу и их отправили в Краевую клиническую больницу. Прямо сейчас представители СМИ и Семь, при которых помощь не встречается вострадавшей страшной аварии Чита Сретенск. По представительной информации, шесть человек находятся вот в этом самом вертолете. В первом вертолете привезли четверых, во втором – двоих. Дорога каждая секунда. Пострадавших переложили на каталки и передали коллегам-медикам. Пациенты, которых мы эвакуировали, они стабильные. Из восьми госпитализированных в Нерчинскую ЦРБ, шестерых мы транспортировали двумя вертолетами в Краевую клиническую больницу. Состояние их тяжелое, стабильное. В основном у трех пациентов в состоянии средней степени тяжести. В проспу эвакуацию мы перенесли без осложнений. Довольно быстро принято было решение вылететь на место специализированной медицинской бригады, Центра медицинной катастрофы на двух вертолетах. И сама Нерчинская ЦРБ сработала очень оперативно, очень грамотно. При приезде бригады пациенты были уже обследованы. И мы довольно быстро приняли решение, что можно шестерых из восьми пострадавших эвакуировать в четвертых. Сегодня в Забайкальском крае день траура. Уже второй по счету за две с половиной недели. Юлия Сидельникова, Николай Шунков. Специально для ЗАПТВ. Юлия Сидельникова, Николай Шунков. Юлия Сидельникова, Николай Шунков. Юлия Сидельникова, Николай Шунков. Продолжение следует...